Продолжая нашу программу, я просто хочу напомнить о том, что в Чикагском издательстве Багрид Кампани вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк. Город и люди». На страницах вы узнаете, например, почему Нью-Йорк называют столицей мира. И это не только благодаря его финансовому могуществу, но и также благодаря и лидерству послевоенной культуре. Мы познакомимся с остановлением современного среднего класса и узнаем, как Джай Билл, или солдатский закон, заложил этот фундамент. Я познакомлю вас с удивительной семьей строителей Левит и расскажу о появлении первых современных американских пригородов. И мы пройдемся по улицам очень необычного города Левиттаун. Увидим, как Нью-Йорк достиг своего рассвета в 50-е годы и проследим начало воскольжения финансово-социальную пропасть последующих лет. Узнаем, кто и как спас этот город от дефолта в середине 70-х, благодаря чему Нью-Йорк вышел из этого кризиса. Кстати, в это время и совершенно не случайно город захлестнула героиновая эпидемия. И мы посетим вместе Нью-Йоркский район Альфа-Бет-Сити именно в то время и узнаем, как организованно и даже ловко тогда шла торговля наркотиками практически почти открыто. И еще многое-многое другое. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com, выйдя на сайт, кликните в Bookstore. Затем в поиске окошки напишите «Нью-Йорк, город и люди». Можно просто Нью-Йорк, а можно просто Аннаксон, как по-русски, так и по-английски. Нажмите на клавишу вашего компьютера «Enter» и книга перед вами, lulu.com. Ну и, конечно же, эта книжка есть и на самом популярном сайте Amazon. Ну и, чтобы продолжить наш разговор, я напомню о одном из героев, или самом главном герое наше повествование Антоне Раевском. Так вот, завершая разговор с Медузой, Раевский заявляет. Скажу сейчас кормольную фразу, которую почему-то замалчивают официальных СМИ, а наши военные тоже почему-то не хотят произносить. Ну что ж, я скажу открыто. Наш командир роты Добровольческого батальона приказал нам не брать противника в плен. Я, как командир взвода, с ним полностью согласен. Смерть бандеровцам, смерть укром. Ну, вот такие персонажи, вот те самые неонацисты, ну, может быть, не те самые, какие-то другие, о которых время от времени вспоминают, когда говорят о мотивах для российского вторжения в Донбасс. И мы увидели с вами, на чьей стороне эти неонацисты воюют, и в чём их цели и задачи. Ну, а теперь, теперь давайте послушаем вас, что вы обо всём этом думаете. Здравствуйте, вы эфире. Ну вот, вы ушли, а жаль. И вы знаете, такое, наверное, неоднократно бывало в истории, примеров этому достаточно много, Но вот одна из важнейших тем, которая звучит в российских средствах массовой информации, что российская армия пришла в Украину для того, чтобы бороться с неонацистами. Или, как они официально заявляли, деноцифицировать Украину. И вот, посмотрите, кто сражается на стороне российской армии. Самые отмороженные нацисты, которых можно было найти на всём пространстве Большой Российской Федерации. И они все колоритные, колоритные по-своему. Но я даже не знаю, кто из этих персонажей более колоритен. Но, на мой взгляд, круче Раевского в этом плане, Мельчаков, который под камеры убил щенка и съел его. И здесь есть некий парафраз с тем, что было очень давно. В летних лагерях Гитлера-Юганта отбирали ребят, малосильных, которые хотели вступить в войска СС. И для того, чтобы они вступили в эти отборные войска, они проходили через очень важное испытание с точки зрения тех, кто вербовал этих молодых людей. В начале их пребывания в летнем лагере им давали для воспитания крошечного крольчонка. И они должны были его воспитать, растить, кормить, играться с ним, потому что всё-таки это ещё 17-летние ребята. Ну а когда из этого крольчонка получался уже нормальный, обычный молодой кролик, они должны были пройти экзамен. Они должны были специально выданным им кинжалом его убить. Вот примерно то же и продемонстрировал один из героев нашего повествования, Александр Мельчаков. И вот эти персонажи, они прибыли в Украину для того, чтобы там наводить имперский порядок. Вот они, герои, или если хотите, антигерои этой войны. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Я всегда, когда был моложе, давно, когда ещё вообще ничего не понимал, всё время размышлял о том, что будет, если к власти придёт. КГБисты, коммунисты и бандиты. Оказывается, вот что оно получается в таких случаях. Ну и здорово, хочу сказать. Ещё самое мне странное во всём, вы и все остальные люди постоянно... Ну, может, я повторял. Россия сказала, Путин сказал. Это уже настолько странно, что, по-моему, когда организовалось Московское царство, сначала организовалось царство лжи, а потом возникло одно. Поэтому, когда говорят, Путин сказал, Лавров сказал, русские сказали, должны понимать, что всё же они говорят, это надо понимать в совершенно противоположном смысле. Спасибо. Спасибо, Людвиг, спасибо за ваше участие в программе. Вы как раз открыли её интерактивную часть. Я думаю, что вам, как и нашим другим слушателям, есть о чём задуматься. И вы знаете, зачастую пропаганда, а мы с вами сталкиваемся с пропагандой в каких-то космических масштабах, она устроена таким образом, и, наверное, это зависит именно от количества этой пропаганды, а может, от этого качества, потому что пропагандой занимаются достаточно квалифицированные люди, психологи, демографы, ну и так далее, социологи. Она создаёт мир, которого на самом деле нет. Но огромное количество людей верят пропаганде, но не верят своим глазам, своему слуху, своим ощущениям. И в этом сила, страшная сила пропаганды. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей. Приветствую. Очень интересная программа о русском фашизме. Ну, русский фашизм, он имеет свою большую историю. Но самое интересное, вот вы... Я хочу вам задать вопрос, а почему, почему Германию, немецкую Германию, называли фашистской Германией? Везде во всём мире её называли нацистской Германией. А в Советском Союзе её называли фашистской. А потому что это с больной головы на здоровую. Дело в том, что мы же знаем, какая братская дружба была между нацистской Германией и Советским Союзом. И как они завоёвывали территории одновременно, нацистской Германии и Советский Союз. И оба, обе вот эти чумы воевали за мировое господство. Это всё продолжается сегодня, потому что одна чума осталась, которая, как раковая опухоль, на карте мира. Посмотрите, сколько бед принёс Советский Союз народам мира. В той же Восточной Европе, Прибалтике, другим странам. И это всё продолжается. Продолжается уже преемником Советского Союза. Фашистской России. Понимаете? И сегодня, то, что он объявил этот урод, что нужно было денацифицировать и борьба с нацизмом. Да нет, нужно было просто завоевать чужие территории. Присвоить их себе. Присвоить все богатства другой страны, суверенного государства. А это всё разговоры. Это всё пустота для местного пользования. Все отлично понимают. Главное задание этой агрессии – это завоевание чужой территории. То, чем занималась Россия, Советский Союз, многие-многие годы. Но это уже концовка, потому что всему приходит конец. Это тот кусок мяса, который они пытаются проглотить, но там оказалась кость. И они подавятся. Поверьте мне, это концовка этой империи. Это осталась маленькая метастаза от ратовой опухли Советского Союза. Маленькая метастаза под названием Россия. И её сегодня 50 стран-коалиции вот потихоньку-потихоньку удаляют. Подождите, ещё не известно, какой фронт раньше победит – внутренний или внешний. Давайте подождём осени, октября, посмотрим, что будут делать эти миллионы безработных, рабов, которые кричали Хайль Путлер. Ну, за что боролись, на то и напоролись. Я думаю, что русский фашизм должен закончить точно так же, как нацисты. В пепле. Только тогда, возможно, как немецкий народ осознал всю беду, которую на неё навлёк Гитлер. Точно так же российский народ, возможно, поймёт, какую беду на неё навлёк вот этот Путин. Путлер. Вот и всё. Слава Украине! Спасибо, спасибо, Эдуард. Кстати, просто для справки. Мы все хорошо помним о том, что 23 августа 1939 года в Москве был подписан договор о ненападении с нацистской Германией. Это хорошо всем известная история. Затем были подписаны протоколы. Но это не первое соглашение о дружбе с тоталитарным государством. А на шесть лет раньше, в 1133 году, был подписан договор о ненападении дружбы как раз фашистской Италии. И Муссолини очень честно выполнял положение этого договора. Во всяком случае, в Италии было построено много судов для советского военно-морского флота. А на Чёрном море были такие суда, которые были нетрадиционного класса. Их называли лидерами. Они были по размеру между крейсером и эсминцем. Там был лидер Ташкент, лидер Харьков. Это всё итальянская постройка. Так что дружба с фашистами, она для Советского Союза была органичной, естественной. Знаете, некое социальное родство, если хотите. Или, как говорили тогда, они были социально близкими. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, да. Меня зовут Александр. Я хочу... Вот предыдущему господину, который очень так с надрывом говорил, что вот там всё развалится, я хочу сказать, что фашизм, ну тот же фашизм, но современный, его можно победить только извне. Изнутри его не победить. К сожалению, там всё зачищено внутри. И даже при смене, если Путин уйдёт, я не думаю, что там что-то поменяется. Вы понимаете? И то, что сейчас происходит, это происходит, там нету сил, которые, к сожалению, могут... Там бабушку, вот в последнее видео, бабушку арестовали за то, что у неё на сумке было написано «Нет войне». Бабушке там почти 90 лет, ей дали 30 тысяч штрафа. Там народ, извините, у них язык давно-давно лежит в том месте, откуда ничего не слышно, вы понимаете? И там ничего, там такой насильственный аппарат в этой стране, что там никто ничего не вяхнет, в принципе, вы понимаете? И поэтому и победить его можно извне. А сейчас, когда идут разговоры о том, что давайте мы посмотрим, а сколько денег, а стоят ли, а не стоят, то есть если его отдать Украину Путину, Путин, к сожалению, он может на любом моменте этой войны сказать, что он всё, что хотел, он сделал. И его народ это слопает. Ему не надо там куда-то идти, завоевать, он скажет, если его прикрут, он скажет, всё, на этом мы заканчиваем всё, что мы добились того, что хотели, и все будут в его стране кричать «Ура, да здравствуй», вы понимаете? И то, что его надо искоренять, я не знаю, под корень, и промывать мозги, к сожалению, те уже возраст, который за 40, там бесполезно промывать. То есть молодёжь, которая не смотрит телевизор, вот на них вся надежда, которые новости черпают из онлайн, из интернета, вот они ещё могут, с ними можно разговаривать. А со старшим за 40 и дальше, там бесполезно, там всё уже гибло. Извините, что так... Скажите, пожалуйста, у меня к вам вот такой вопрос. Из недавней советской истории. Сталин и его окружение, рядом с ним были те люди, которые были бесконечно преданы Сталину, от тех, кого он подозревал, он избавлялся очень быстро. Но вот оказалось, что в какой-то момент даже его предельно преданное к нему окружение решило от него избавиться. И даже тот, кто был ему очень близок, который был его правой рукой, был главным, наверное, самым страшным сатрапом, Лаврентий Берия, ну, как сейчас считают, организовал заговор. И потом, уже после ухода Сталина, Берия предложал, в общем-то, совершенно новый курс для Советского Союза. Вот, нечто подобное, с вашей точки зрения, если однажды это случилось в Советском Союзе, может ли такое произойти в России, когда даже те, кто очень близки Путину, рядом с ним и так далее, в случае ухода Путина могут предложить, ну, нечто более внятное, разумное, понятное для всего мира. И, конечно же, и для народа в России. Я не думаю, что такое возможно, потому что здесь два больших отличия. Что во время Сталина это все на внутренних врагов клалось. В наше время, к сожалению, это все кладется на внешних врагов, то есть на Америку. А внутренних врагов практически нет, они все зачищены, понимаете. Поэтому, вроде как, бороться изнутри не с кем. Бороться можно только снаружи. Вот в этом, в моем понимании, большое отличие, что сделал Путин. То есть он обвинил внешние силы во всех грехах, вы понимаете. Понятно. Ваша точка зрения понятна. Спасибо. Спасибо за ваше участие в программе. Что у нас, дорогие друзья, со временем? Ну, в общем-то, времени у нас очень мало. Остается минутка. И в завершение этой программы мне хотелось бы сказать, что посмотрите, вот вспомните, что было в России 30 лет назад, чуть-чуть раньше. Вспомните август 91-го. Ну, кто мог себе представить в августе 91-го, когда сотни тысяч москвичей вышли на улицы Москвы протестуя против ГПЧП, и они останавливали танки, которые были введены в Москву. Ну, кто мог вот тогда представить, что может быть вот такой разворот истории? И я думаю, точно так же и сейчас, когда жмем вот в это очень сложное, очень напряженное время, вряд ли кто-то может себе представить, что возможно движение в совершенно противоположном направлении. А ведь оно возможно. Если можно было двигаться тогда, это означает, что можно двигаться и сейчас, и вполне возможно, что эта война послужит катализатором таких перемен. Потому что войны, в общем-то, войны всегда служили катализаторами исторических перемен. Спасибо, спасибо за то, что вы слушали, участвовали в программе. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока.